Это шоу-вечерники на телеканале Интер! Чего только не делают звёзды эстрады, чтобы привлечь к себе внимание. Мужчины встают на каблуки, женщины бреются на лосо, кто-то скандалит, кто-то вообще снимается в эротических журналах. И всё меньше, к сожалению, остаётся тех, которые, чтобы добиться популярности, чтобы стать известным певцом, поют. Одну из немногих таких героинь нам всё-таки удалось затащить к нам в программу. Встречайте! Народная артистка Украины Ани Лорак! Здравствуйте, королевка! Рады тебя видеть! Здравствуйте, здравствуйте, дорогие зрители! Если попросить любого прохожего перечислить самых популярных украинских звёзд, ну вот в числе первых всегда называют Ани Лорак. В чём этот секрет? Не, ну просто на самом деле за каких-то несколько лет творчества, назовём это так, да? Несколько лет творчества. Там вся жизнь творчества. 12 альбомов, из них несколько золотых, один даже платиновый, насколько нам известно. Ты пробовал на зуб. Масса хитов, победа на фестивалях, конкурсах, звание народной артистки, наконец. Вот кому, как не тебе, Каролина, задать этот вопрос, в чём, на твой взгляд, измеряется популярность артиста? Труд, труд, ещё раз труд. И всё? Да, на самом деле... Может, копать ямы, садить деревья, это же не тот труд. Конечно же, нужно знать, в чём ты хочешь преуспеть. Если ты певец, как минимум нужно уметь петь. Нужно хорошо двигаться, нужно любить зрителей, любить свою профессию. Если ты искренний, да, то зритель тоже чувствует это и будет платить тем же. Других путей, потому что, если ты где-то неискренний, да, можно обмануть зрителя раз, два. Но постоянно обманывать, это очень сложно. Поэтому, придя на сольный концерт, здесь не умеешь петь, да, и пользуешься фонограммой, очень сложно. А как же у нас у многих получается всё время обманывать? Ну, это какая-то, это другая, высшая степень профессионализма, которая мне неведома. Поэтому... Нет, ну на самом деле хочется как-то структуризировать любовь народа и понять, в каких единицах её мерить. Как выявить самого популярного среди артистов? Значит, если эта народная любовь измеряется в цветах, то это басков. Ну ещё Софья Михайловна может с ним поспорить, а мы вдвоём они... Согласен, и она и выиграет. Если по количеству песен, то, наверное, это всё-таки солист «Ласка ума» Юра Шатунов. Если по количеству хороших песен, то он, конечно же, не на первом месте, но... На втором. Да, на втором, скорее всего. То есть, если по количеству просмотров в интернете, то самый популярный певец, это мужик, который поймал рыбу-язь. Как ты ощущаешь на себе народную любовь? В чём она выражается? Ну, наверное, в тех залах, которые я собираю, мне приятно, что достаточно только написать моё имя, и люди придут на концерт, потому что они знают, что они увидят. Качество. Качество, конечно. Живой звук, качество. Они знают, что увидят, но всё равно идут. Да. Ну, мне кажется, что нельзя обманывать, потому что нужно уважать зрителя. Ну, и ты меньше же написать, а не лорак, пришли, а там Ставь Михайлов. Да. Ну, конечно же, качество. Наверное, а чтобы достичь этого качества, нужен опыт. И, конечно, не сразу у меня всё получалось. Конечно, да. И труд-труд. И труд-труд. Я запомнил. Совершенно верно. Вот помните такая пословица «Без труда не выловишь рыбку из пруда». Яс. Ясей из пруда. Хорошо. Но быть популярным, допустим, в Украине – это одно. А вот быть популярным за рубежом. Вот мы тебя слышали. Да. Слышали. Правда. Есть цель. И чётко понимаешь, что для этой цели нужно, какие шаги. Что я сделаю завтра, послезавтра, сегодня. Поэтому, опять же... А что, кстати, что ты делаешь завтра, послезавтра? Да. Я сегодня уже занял. Я, кстати, завтра у меня будут уроки хореографии. Я сейчас готовлю новый видеоклип, снимаю новую песню. И я хочу представить новым образе. Я хочу танцевать. И хочу удивлять зрителя своей хорошей физической формы. Так куда же ещё-то удивлять? Ну, подожди, посмотрим, аж не видели. А, ну хотя да, ладно. С удивлением будем смотреть на физическую форму, а не лорок. Так цель у тебя есть. Цель есть. Цель вообще завоевать весь мир своей музыкой. Такая простая цель. Я думаю, что всё у тебя получится. Любовь зрителей ты точно уже завоевала. Мы провели эксперимент по измерению твоей популярности. В чём он заключался? Мы просили случайных прохожих спеть твою песню «Расскажи мне». И очень многие спели. Спели по-разному, но главное с душой. Но на этом эксперимент ещё не закончен. Мы предлагаем тебе прямо сейчас спеть вместе со всем народом Украины. Мы подготовили текст. Вот выделенные слова поёшь ты? Остальное споют люди. Готовы к эксперименту? Да. Дорогие друзья, официально заявляем впервые в Украине эксперимент. Ани Лорок и сводный хор народа Украины. Встречайте. Раз, два. Дорогие друзья, официально заявляем впервые в Украине. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Люблю! Люблю! Браво! Браво! Дорогие друзья, ваши аплодисменты! Ани Лорак! А вы знаете, если песня популярна, говорят, значит, её наизусть знают и исполняют дети. Но если её поют уже животные, это мега-хит! Спасибо! АПЛОДИСМЕНТЫ Самое очаровательное и замечательное Ани Лорак в вечернем Киеве! Браво! 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 Вечерний Киев! Киев! Ла-ла-ла-ла! Вечерний Киев! Киев! Ла-ла-ла-ла! Вечерний Киев! Киев! Вечерний Киев! Вечерний Киев!